Добрый день дорогие подписчики и гости моего канала. Предлагаю вам вместе со мной связать слитки на двух спицах. Эти слитки идеально подойдут для новичков. Слетки так просты, что связать их может любой, кто умеет вязать лицевые и изнаночные петли. Слетки вяжутся одним полотном без каких-либо прибавок и убавок. Вяжутся они платочной вязкой, а затем сшиваются. Вот сзади будет шов и вот здесь вот по подошве будет шов. Здесь у меня маркером отмечена серединка. Возможно, я здесь бантик какой-либо пришью. Очень простые следочки вяжутся очень быстро. Итак, давайте приступим. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, для вязания таких следков я взяла нитки двух цветов. Зеленый и вот такой вот розовый. Ниточки у меня детская новинка пехорка. 200 метров 100 грамм. Стопроцентный акрил. Я буду вязать в две нитки. Вы можете брать абсолютно любые нитки и рассчитать, сколько вам надо связать сантиметров на вашу ногу. У меня есть вот такая таблица. Зная длину стопы, вы можете связать следок на тот размер, который вам нужен. Я буду вязать следки на размер 39. Длина стопы 25 сантиметров. Итак, сколько сантиметров мне надо провязать мое полотно. Так как длина стопы 25 умножаю на 2. Получится 50. 50 сантиметров. Так как полотно два раза оборачивается с ногу, то есть 25 надо умножить на 2. Получается 50. Из этих 50 сантиметров надо вычесть примерно 4 сантиметра. Получается 46 сантиметров. Так как тянется все-таки полотно, чтобы хорошо облегала ногу. Вот 4 сантиметра вычел. 46 сантиметров мне надо провязать это полотно. Я его разделю на две части. Получается 23 сантиметра одна часть будет и 23 сантиметра другая часть будет. Ширина вот этого полотна у меня 9,5 сантиметров. Я думаю, что это идеальный вариант. Если у вас нога широкая, можно взять побольше 10 сантиметров или 10,5. Итак, начинаем вязание. Спицы у меня 3 миллиметра. Я беру нить розового цвета сначала и обычным набором набираю 20 петель. Если вы вяжете другими нитками, вы можете посчитать, сколько петелек вам сначала надо набрать, чтобы была ширина там 9,5-10, сколько у вас будет. Итак, я набираю 20 петель. 20 петель набрала. Вяжу первый ряд. Первый ряд все петли лицевые. Первую кромочную я снимаю, а последнюю кромочную буду провязывать изнаночной петлей. В конце ряда изнаночная кромочная. Переворачиваю работу на второй ряд вяжем. Второй ряд. Второй ряд также. Все петли лицевые. Кромочную снимаю, остальные провязываю лицевыми петельками. Последнюю вяжу кромочную изнаночной петлей. Провязала два ряда. Далее я беру зеленую ниточку. Розовую я не отрезаю. При смене цвета первую кромочную я буду провязывать лицевой. Вот поменял на зелененькую. Эту петельку я провязываю лицевой. Эти у нас ряды с зеленой нитью будут укороченные. Я провязываю 14 петель лицевыми. Вот одна, две. Вот я провязала 14 петель зеленого цвета. Считаю кромочную. У меня с этой стороны осталось 6 петель розового цвета. Теперь мне надо вязание повернуть на другую сторону. Но прежде этого, вот эту петельку, смотрите, вот зеленую ниточку я набрасываю вот так сверху на спицу. И эту петлю розовую просто снимаю с этой спицы. Вот так сняла. Теперь вот вязание переворачиваю на другую сторону. И эту петельку розовую возвращаю на место, на эту спицу, где вот здесь 5, чтобы было 6. Зеленые вот здесь на спице. Ниточка вот так петельку снимаю. И сюда. Пересняла. И далее все петли провязываю лицевыми до конца ряда. Последняя петля кромочная. Переворачиваем вязание. Далее берем розовую ниточку. То есть у нас будет по два ряда. Два розовых, два зеленых. Берем розовую. Вот она у нас идет розовая. Мы ничего не обрезаем. Вверх ее вот так на пальчик. И теперь при смене цвета также первую кромочную я буду провязывать лицевой. Розовые ряды у нас будут не укороченные. Также вот до конца будем провязывать рядочками лицевые петли. До конца ряда кромочную изнаночной провязываем. Зеленые закончились. Далее идут розовые. Так провязываем. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Переворачиваю работу. Еще розовыми ниточками ряд провязываю весь ряд лицевыми. Здесь первую снимаю. До конца ряда вяжем лицевыми. Провязала. Далее у меня идет зеленый ряд. Два ряда зеленой ниточкой укороченными рядами. Также беру зеленую нитку. Поднимаю ее вверх. Первую петельку провязываю зеленой лицевой. И 14 петель провязываю лицевыми. Одна, две, три. Провязала 14 петель зеленого цвета. Еще раз показываю как надо дальше. Зеленую ниточку надеваю на спицу сверху. Так вот. Розовую ниточку эту петельку снимаю. Вот так. Переснимаю на эту спицу. Вот так должно быть. Теперь вязание переворачиваю. Вот у нас идет здесь зеленая ниточка. И эту петельку снимаю назад. А то не провязывая. То есть у нас зеленая ниточка как бы эту петельку обвела вокруг. Далее вяжу до конца ряда лицевыми петлями. Зеленая ниточка, зеленая ниточка. Теперь вяжем розовой ниточкой два ряда. Провязала два ряда розовой ниточкой. Теперь зеленой. Покажу еще раз как надо вязать укороченными рядами. Провязала 14 петелек зеленого цвета. Теперь мне надо розовую переснять сюда одну петельку. Ниточку набрасываю на спицу. Снимаю. Вот так. Сняла. Теперь переворачиваю в другую сторону. Эти у нас петельки остаются не провязанные. пять. И шестую снимаю так же. Возвращаю на место. Вот так вот подцепила. Сняла. Далее провязываю до конца ряда лицевыми петельками. Укороченный ряд. Таким образом я буду вязать до середины. В моем случае 23 сантиметра. Вот посмотрите я провязала половинку. Так вам покажу. Давайте померяем. Так. Ширина. Ширина у меня получается девять с половиной сантиметров. А померять длину вот от этого вот уголочка. Вот так. Вот до этого вот 23 сантиметра. Как раз то что мне и нужно было. У меня получилось вот зеленых укороченных рядов. Двадцать две двадцать три дорожки. Вот если посчитать 23 дорожки зелененькие. Теперь я здесь отмечу маркером серединку. Вот я отметила маркером вот этот розовый длинный ряд. У меня будет серединка. Теперь я буду вязать следующую половинку. Все так же. Начиная с зеленых укороченных рядов. Зеленый укороченный. Далее длинный розовый. И так далее. Чтобы также было 23 зеленых укороченных ряда. В этой половинке. То есть во второй половине я провязываю столько же рядов, сколько было в первой половине. Чередуя два зеленых укороченных. Два розовых длинных рядышка. Рядка два зеленых укороченных ряда. Два розовых длинных ряда. Рязала вторую половину следка. Зеленую ниточку отрезала. Теперь мне надо закрыть петли. Первую петлю снимаем. Следующий провязываем лицевой. И протаскиваем через первую петельку. И так далее. Провязываем лицевую. Следующую. И снимаем. Протаскиваем. Через эту петельку. И так далее. Толго не стягивайте. Так закрываем все петельки до конца ряда. Петли закрыли. Теперь будем сшивать следок по лицевой стороне. Складываем на лицевую сторону. Сначала будем сшивать заднюю часть. И затем подошву. Ниточка отрезала подлиннее. Вставила в иголку с большим ушком. И будем сшивать. Сшивать я буду заднюю часть не за кромочные. А вот между кромочных и дорожкой вот этой вот. Идут вот такие вот петельки. Вот такие галочки. За них я и буду сшивать. Теперь на другую сторону. Вот такая вот галочка вот такая. За нее сшиваем. И так далее. Вот я соединила задний шов. Вот что у нас получилось. Какой шов сзади. Теперь будем соединять подошву. Вот этот шов. Сначала надо вот эти все ниточки все убрать. Подошву я сшиваю также по лицевой стороне. Здесь я за кромочные петельки сшиваю. Так далее. Так вот я прошила подошву. Вот осталось мне немножечко. Здесь мы поступаем следующим образом. Мы на иголку собираем вот кромочные вот так петельки. так вот с этой сторонки так же. Теперь вот так затягиваем аккуратненько. здесь можно еще прошить, чтобы дырочки не было видно. Теперь иголку вывожу на изнаночную сторону. И там закрепляю ниточку. Все следки готовы. Померите на ножку следочки. Если вот здесь будет у вас широко, то можно вот здесь вот немножко вот так вот скрепить. Несколько вот так дорожек вот так прошить. Я померила. Мне ничего не надо скреплять. У меня все хорошо подходит. А так можно несколько вот стежочков сделать вот так вот. какое-то расстояние прошить. Можно украсить следки бантиком, цветочком. Вот допустим помпончиком маленьким. Так. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Пишите комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...